Здравствуйте! Вы смотрите новости Верхниками. В студии работает Елена Колесникова. И вот главные темы выпуска. В Усольском районном суде начали рассматривать резонансное уголовное дело. На сколько лет могут отправить виновника ДТП на принудительное лечение? Отправиться в музей совершенно бесплатно могут молодые люди до 22 лет. Как получить пушкинскую карту? И в спортивном комплексе «Темп» стартовало первенство России по баскетболу. Обо всем подробно расскажем прямо сейчас. Начнем с тем, которое потрясла весь город еще в мае этого года. Водитель Налада Калина сбил насмерть 11-летнего мальчика. Не так давно завершилась судебно-медицинская экспертиза. Согласно результатам, водитель не осознавал опасность своих действий. Сегодня по этому поводу прошло заседание в Усольском суде. Подробнее расскажет Евгений Казанцев. В ноябре этого года стало известно, что по результатам психолого-психиатрической судебной экспертизы водитель Налады Калины не осознавал опасность своих действий. Уголовное дело для принятия решения было направлено в суд. Сегодня в Березняковском городском суде состоялось первое заседание. Формат закрытый. В зал суда не пустили никого, кроме родителей мальчиков. Напомним, в майские праздники водитель на Синей Калине лихачил по городу. На пересечении улиц Мира Юбилейная вблизи КСЦ «Металлурка» и случилась трагедия. Водительских прав у мужчины не было. Спустя семь месяцев он предстал перед судом. Также допросили свидетелей. Явились не все. Сам обвиняемый утверждает, что ничего из этого дня он не помнит. Сегодня состоялось первое судебное заседание по рассмотрению ходатайства следователя о применении принудительной меры медицинского характера в отношении лица, которое совершило страшное ДТП 8 мая этого года. Как рассказывает адвокат пострадавшей стороны Сергей Кондратьев, процессуальных решений на сегодняшнем заседании принято не было. Следующее состоится 16 декабря. Есть материалы, где было заключение комиссии экспертов. Психиатрическая экспертиза судебная проводилась в городе Екатеринбург, где пришли эксперты к выводу о том, что в момент совершения действия он не осознавал значения своих действий, он не понимал. Поэтому в этой связи в отношении этого виновного лица будет не обвинительный приговор, а будет постановление о его принудительном лечении. Он опасен для общества, он опасен для себя, он может причинить вред как себе, так и окружающим, поэтому он должен быть изолирован. По словам адвоката, если суд отправит обвиняемого на принудительное лечение, то в больницу его могут положить на десятки лет. Евгений Казанцев, Сергей Александров. Новости Верхнекамья. К другим темам в Березняках в эти выходные откроется физкультурно-оздоровительный комплекс на правом берегу. Однако еще на прошлой неделе там прошли первые игры. Каким командам удалось оценить новый комплекс, расскажем в следующем материале. Забитое очко в волейболе – огромная радость, особенно если играют не профессиональные волейболисты, а работники предприятий. Очередной этап городской спартакиады объединил шесть команд, стремящихся к победе. Команды разные абсолютно. Есть игроки, которые проходили спортивную школу и теперь играют за свое предприятие. Есть любители, которые просто любят и играют в волейбол. Впервые в городской спартакиаде в числе малых предприятий принимают участие сборная команды администрации города. Многие из них в детстве посещали спортивные секции, но одна из основных целей участия в спартакиаде – быть ближе и соревноваться на равных. В те времена очень много было секций – волейбольный, футбольный, баскетбол, единоборство. Мне кажется, любой пацан прошел все эти виды спорта, и вот оно осталось из прошлого. Ну и сейчас, наверное, в любом случае себя поддерживать в форме, как говорится, в здоровом теле, здоровый дух. Поэтому стараюсь быть активнее, двигаться, участвовать в таких соревнованиях, получать бурю, эмоции. Игра с командой «Содохлорад» была действительно напряженной. Относительно легкая первая партия, но во второй команде шли, что называется, ноздря в ноздрю. Боролись до последнего. В этой нелегкой схватке победила команда администрации. В спорте побеждает сильнейший, а эмоции всегда побеждать – это приятно. Но нашим соперникам, которые, к сожалению, сегодня проиграли, это лишний повод прийти в этот же зал и потренироваться. Так что я приглашаю всех предприятий, всех желающих приходить в наш фок волейбола. Как говорится, новый зал, новые победы. Открытие физкультурно-оздоровительного комплекса на правом берегу состоится уже в эти выходные. Новое просторное помещение ждет своих гостей. Елена Силакова, Ксения Калугина, Сергей Александров. Новости Верхнекамье. В краевой столице состоялся личный прием граждан при губернаторе Пермского края. С какими проблемами обращаются жители края, расскажут наши коллеги из телекомпании «ГТРК Пермь». Вот освещение, все, теперь у нас есть. То, что улица Гребоедова наконец-то освещена в темное время, событие для Оксаны Костицыной долгожданное. Фонарные столбы здесь установили летом, а вот свет не давали, и ходить здесь попросту было опасно. Проблема решилась после письма на сайт губернатора. Было очень опасно, потому что не видно, очень темно, месяца не прошло. То есть я писала письмо 22 ноября. Месяца не прошло, все, просто решился, слава богу. Сегодня Оксана среди пришедших на личный прием губернатору, но уже со словами благодарности за оперативное решение проблемы. Были и другие обращения по вопросам газификации, вода и теплоснабжения. Сегодня в личном приеме приняли участие пять человек. Часть из них очна, часть в режиме видеоконференц-связи. География обширна, и это не только столица Пригамия. К примеру, Надежда Соловьева обратилась к вопросам получения места в ясельную группу для дочки. Проблема в том, что приехала она из Березняков, а в Перми прописки нет. На приеме ей предложили варианты садиков, где ребенка уже готовы принять, и дали советы по развитию швейного бизнеса, который она запускает в краевой столице. Если вы не против, я бы хотел вам предложить все-таки сходить в дом предпринимателя на Попово. Я контакты вашим коллегам дам, они с вами свяжутся. И просто потратить время точно еще не будет. Мне скажут, какие у нас меры поддержки существуют. Тут же на приеме, в зависимости от специфики вопросов, находятся представители различных министерств и узконаправленные специалисты. Им поручено все чайнее брать на контроль. Это очень правильная на самом деле конструкция. Такие встречи обязательно нужны. Почему? Потому что хоть и вопросы местного значения, а большинство именно такие и были, тем не менее мы их слышим, поднимаем на верхний уровень и пытаемся совместно найти все необходимые оперативные решения. Ну а Оксана Костицына сегодня в личном обращении подняла еще одну проблему нечищенных тротуаров по Грибоедово. Надеется, что решение также не заставит себя долго ждать. Марина Печенова, Александр Сегалаев, Вести Перм. Для российской молодежи посещение культурных заведений стало бесплатным. Более года назад у них появилась пушкинская карта. Кому ее можно получить и где использовать, расскажет наш корреспондент Евгений Шаров. Но она оставила в недрах нашей земли самое главное свое богатство. Это калийную соль, которую сейчас добывают на предприятиях нашего города. Вот уже больше года студенты и школьники могут практически бесплатно посещать театры, кинотеатры и музеи. Благодаря пушкинской карте им открыты двери многих культурных заведений. Она предоставляет возможность, эта программа, посещать молодежи мероприятия культурного значения. Существует она, запущена была в прошлом году, с сентября. И уже получается полный год, даже больше действует. С этой карты можно посещать любые учреждения культуры. Теперь для того, чтобы бесплатно посещать заведения культуры, не нужна даже физическая карта. Все, что нужно сделать – зарегистрировать и активировать учетную запись на портале госуслуги, скачать мобильное приложение госуслуги «Культура», подтвердить выпуск пушкинской карты и привязать ее к электронному кошельку. Готово! Теперь каждый школьник и студент от 14 до 22 лет может бесплатно посещать культурные учреждения. Вот и сегодня после школы Кристина Добролюбова решила сходить в музей имени Коновалова. Пушкинской картой я пользуюсь уже год, с сентября того года. Я считаю, что это хорошая идея. Пушкинская карта – это прекрасная возможность посетить все культурные мероприятия, посетить театры, потому что молодежь нашего города не так часто куда-то ходит. Поэтому посетить театры бесплатно по пушкинской карте – это удобная возможность. Пушкинская карта – это совместный проект Министерства культуры и цифрового развития. На карте лежит лимит, который школьники и студенты могут потратить на поход в театры, музеи и галереи. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал – пушкинская карта прививает любовь к культуре. В Прикамье карта доступна более чем для 200 тысяч подростков и молодых людей. Мы с вами прекрасно понимаем, что очень многие ребята живут в виртуальном мире, в социальных сетях. Зачастую они не знакомы с музеями, театрами, той средой, которая их окружает в родном городе. Я считаю, что пушкинская карта очень важна для региона, поскольку поможет нам воспитывать молодежь, прививать любовь к нашей культуре. В музее имени Коновалова отмечают – пушкинская карта пользуется популярностью. На экскурсии приходят как лично, так и группами. А с недавних пор появилась возможность смотреть в кинотеатрах отечественные фильмы. Евгений Шаров, Степан Некрасов, Новости Верхнекамья. Какой же Новый год без главного символа праздника – пушистой зеленой елки? Сегодня наша съемочная группа расскажет, как приготовить не менее зеленые, а главное съедобные елочки, которые станут превосходным украшением новогоднего стола. Рецепт уже подготовила Екатерина Зибзеева. Всем привет! Мы снова на кухне. Это значит, в ближайшие пару минут вас ждет новый вкусный рецепт. Сегодня мы приготовим нежную и привлекательную закуску – творожные елочки. Вот только украшать ее будут не новогодние шары, а крупные бусины красной икры. Покупая икру, будьте осторожны и остерегайтесь подделок. Мы взяли деликатесу проверенного поставщика рыбака Камчатки. В миксер кладем зелень. У нас это петрушка, укроп и немного шпината. Сюда же добавляем и творог. У нас 5-процентный. Далее взбиваем наш крем до однородного состояния. Если масса недостаточно зеленая, добавьте еще зелени. После переносим начинку в кондитерский мешок. Далее на крекеры при помощи кондитерского мешка наносим крем в форме башенки. Первый блин, конечно же, комом, но зато следующий уже похожий на елочки. Теперь самое главное – украшаем нашу закуску красной икрой. Наши елочки словно игрушки, причем очень аппетитные, ведь икра-чавычи по вкусу и внешнему виду превосходят другие. Сочетание нежного творога, зелени и свежей красной икры – изумительное. Будьте готовы, елочки разберут. Сразу же, как вы поставите их на праздничный стол. Рыбная лавка «Рыбак Камчатки» – спонсор самого вкусного новогоднего стола. Безусловно, подготовка к Новому году – дело важное, но не забывайте и про ежедневный рацион. Специалисты рекомендуют есть рыбу 2-3 раза в неделю, как взрослым, так и детям. В рыбе, особенно в морской, высокое содержание жиров, полезных для организма, а также витаминов и высококачественных белков. Рыбак Камчатки славится не только натуральными дальневосточными деликатесами, но и обилием выбора. Технологи лавки «Балыки» коптят в больших печах с минимальным количеством специй – на свежих опилках яблони, ольхи и вишни. Вам остается только красиво нарезать рыбку. А если хотите приготовить сами, да еще и сэкономить, берите свежемороженную рыбу. В отличие от других, улов подвергли шоковые заморозки и запечатали в вакуум вместе с полезными свойствами. А мы напоминаем, отправляясь за покупками, будьте внимательны и покупайте лишь сертифицированный товар. Так рыба точно будет вкусной, полезной и безопасной. То же правило и для красной икры – не попадайтесь на маркетинговые уловки, здоровье важнее. Просто приходите в рыбную лавку «Рыба Камчатки» – так надежнее. У вас осталось совсем немного времени. Проверенный поставщик гостит в ДК имени Ленина до 17 декабря. Екатерина Зебзеева, Дмитрий Воронушкин, новости Верхнекамья. Близится главная ночь в году и у вас есть возможность поздравить с Новым годом не только родных и близких, но и весь город. В субботу и в воскресенье наша съемочная группа отправится в ЦУМ. Съемочная группа телекомпании Верхнекамья ТВ будет работать в субботу и в воскресенье в ЦУМе. У вас есть возможность прийти в 2 часа дня к главной елке и поздравить близких и горожан с наступающим 2023 годом. Ваши теплые слова «Березняки» услышат 31 декабря, в канун Нового года, в 7 вечера в эфире телеканала Верхнекамья ТВ. Традиционно мы встретимся за несколько часов до курантов и проведем это время вместе. Напоминаем, встречаемся в субботу или в воскресенье в 2 часа дня. Героиня нашего следующего сюжета знает наверняка, как укрепить детский иммунитет в сезон простудных заболеваний. Нужно иметь под рукой всего лишь одно природное лакомство. Какое уже знает Екатерина Зибзеева. Залить водой пчелиную пыльцу и добавить ложечку меда – вот и весь секрет полезного, а главное, натурального витаминного напитка. Отмечает многодетная мама Ирина Бучкова. У женщины спортивная семья, например, один из сыновей Ярослав, занимается кроссфитом, а в свободное время любит поиграть за компьютером. Очень вкусно. Мед – природное лакомство, польза которого не подлежит сомнению, а в случае с детьми мед не только замена вредным сладостям, но и огромный плюс для крепкого иммунитета. Очень люблю мед, очень. Сахар вообще не едим совсем. С утра обычно и также вечером в чаечек. Можно даже где-то детям в кашку, можно в прикуску. Главное – берите натуральный мед, который прошел обязательную проверку на качество. Например, в медовой компании «Сандалов». Пасеки пчеловодов расположены в нескольких регионах – в Кировской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае. Выбор в медовой лавке большой – 23 непохожих друг на друга медовых сорта. Одни помогут укрепить иммунитет, другие – полезны для желудка и печени. А с выбором вам всегда помогут опытные пасечники. Для всех покупателей действует акция. При покупке одного килограмма меда, второй – вы можете купить со скидкой 50%. А если вы покупаете два килограмма меда, то третий килограмм любого меда вы забираете в подарок. У сандаловых не только вкусно и полезно, но и выгодно. Например, сейчас общеукрепляющий майский мед вы сможете купить со скидкой в 35%. Нектар пчелки собирались, яблони, вишни, черемухи и смородины. Также в пчелиных сотах хранится не менее полезное лакомство – перга – продукт, которым маленькие труженики кормят молодых пчел. Для детей перга также полезна. Она богата аминокислотами, входящими в состав белка, который необходим для роста детей. Успевайте забрать душистый и натуральный мед. Пасечники пробудут в Березняках завтра последний день. Затем 16 декабря отправятся в Соликамск, а в следующий раз приедут в январе. Екатерина Зибзеева, Сергей Александров, Новости Верхникамья. Сотрудники управляющей компании попались на обмане. Правда, в этой истории потерпевшей стороной были не собственники, а государственная казна. Коммунальщики решили не отчислять часть заработной платы за осужденных сотрудников. Об этом подробнее расскажет Евгений Казанцев в рубрике «Верхниками сегодня». Здравствуй, Верхниками. Начнем с новости из Гремячинска. Там выяснилось, что одна из управляющих компаний была нечиста на руку. Правда, на этот раз обманутыми оказались не собственники, а исправительная система Пермского края. Делом занялась прокуратура. Выяснилось, что суд приговорил двух осужденных из местной управляющей компании к исправительным работам с удержанием из зарплаты в пользу государства. Однако бухгалтер компании не в полном объеме производил удержание из заработка осужденных. Следовательно, в бюджет перечислялась не вся сумма, а судебный акт исполнялся ненадлежащим образом. По итогам проверки компании вынесено представление. Видимо, под страхом оказаться на месте осужденных, недостающие средства были перечислены в полном объеме, а виновники привлечены к дисциплинарной ответственности. А в Кизеле завтра состоится городское родительское собрание под началом главы города Андрея Радыгина. Темы, которые обсудят перспективы развития образования в Кизеле, организация досуга детей в зимние каникулы и какой будет летняя оздоровительная кампания в 2023 году. Помимо этого, коснутся темы интернет-зависимости у детей. Встреча запланирована на 15 декабря в 5 часов вечера в первой школе. Новость о наших будущих коллегах. Накануне состоялся 13-й фестиваль юных журналистов. Участие приняли школьники из Красновишерска и поселков округа, а также школа из Березняков. Для ребят были предложены мастер-классы, творческие задания и игры от организаторов. Также работали площадки, кинолектории, настольные игры, спортивные игры. Плюсом ребята примерили на себе роли оппонентов в дебатах. Тема для дискуссии – природе нужны волонтеры. Довольны от мероприятия остались все. Рубрику «Верхниками» сегодня подготовили Евгений Казанцев и Сергей Александров. А теперь новость для жителей Соликамска. Не так часто там можно купить качественные деликатесы с Камчатки. И вот теперь в Алмаз-центре покупателям привезли морепродукты с полуострова. Про ассортимент вы узнаете прямо сейчас. Не каждый может здесь побывать, но практически каждый очень хочет. И те счастливчики, которые все-таки становятся гостями Камчатки, удивляются тому, что едят местные жители и в каких количествах. На полуостров можно даже организовывать гастрономические туры. Ведь еда здесь действительно особая. А у жителей Соликамска есть уникальная возможность погрузиться в рыбный мир Камчатки прямо у себя в городе. Чавыча, палтус, тунец, белуга и, конечно, настоящая изюминка – красная икра. Лишь малая часть богатого ассортимента. А о пользе этой рыбки можно написать целую книгу. Белорыбица способна очистить организм от токсинов и улучшить обмен веществ. Положительно она сказывается и на пищеварении. Ее калорийность на 100 грамм составляет всего 88 калорий. Именно поэтому за ней приезжают и с отдаленных территорий. Я в Бородске живу, здесь мы редко сюда приезжаем. А, ну то есть сегодня специально прямо сюда приезжали? Да, все же сами приезжали. Соседка посоветовала. Да, мы аж даже с Бородске приедем. Вы еще можете закупиться качественными морскими деликатесами на выставке «Икра и рыба Камчатская». Гости с полуострова пробудут в Соликамске до 18 декабря включительно. Встречаемся в ТЦ «Алмаз-Центр» по адресу Набережная 105. Украсьте свой новогодний стол и насладитесь изысканным вкусом. Евгений Шаров, Ксения Калугина, Степан Некрасов. Новости Верхней Камья. В Березняках стартовало масштабное событие 22-е первенство России среди юниоров по баскетболу. Шесть сильнейших команд страны борются за право носить лавры победителя. Как прошла игра между Ревдой и Челябинском, расскажет Сергей Калиник. Мяч в кольце команды Ревды Свердловской области. Их соперники – «Металлрук Динамо» из Челябинской области. С первых секунд игры становится ясно – на легкую победу рассчитывать командам не стоит. К концу второго периода счет практически равный. 28 очков у Челябинской области против 29 у Свердловской. Игра очень напряженная, команда сильная, но мы тоже не сдаем. Будем стараться выиграть. В первую очередь команда игра, поэтому я люблю вот это чувство, когда я в команде, когда я не один. И мы с парнями вместе достигаем общей цели – это победа. Соперник очень агрессивный, агрессивно играет, такой бегущий, с прессингом, поэтому иногда бывает сложно, но мы тоже стараемся не сдавать. Матвей Кожаев почти пять лет занимается баскетболом. Игрок, подающий большие надежды. Поэтому он оказался сегодня в сборной команде Челябинской области. Парень с нетерпением ждет, когда после игры сможет погулять по нашему городу. Он показался ему красивым. Начинается третий период. После небольшого перерыва команды настроились и стали играть слаженее. Игроки Свердловской команды «Темп» разработали новую стратегию и теперь, кажется, уверены в своей победе. Пока выигрываем немного. Очень тяжелая игра. Хороший соперник. Прессингует. Ну, мы справимся в игре. Главное – быстрота и принятие решения. Холодная голова. Не заводится. Все будет прекрасно. Но удача оказалась на стороне команды «Металлург Динамо». Они одерживают уверенную победу со счетом 61-54. После этой встречи играла березняковская команда «Кали Баскет» с командой «Волокжанин» из Вологодской области. Наши выиграли со счетом 88-70. Мы принимаем у себя первенство дюбла. Сейчас проходит первый тур полуфинального раунда. Собралось у нас здесь в сумме шесть команд. Как говорится, баскетбол – лучшая игра с мячом. Достаточно зрелищная игра, где очень много движений, очень много забитых мячей. Достаточно контактный вид спорта. То есть думаю, что любому зрителю, который пришел бы сюда посмотреть, это было бы интересно. В первенстве страны принимают участие команды из Московской, Свердловской, Челябинской, Вологодской областей и Алтайского края. У каждой команды будет по пять встреч. Игры завершаются в воскресенье. В рамках первенства России среди юношей до 19 лет участники пройдут пять туров в разных областях страны. Кстати, торжественное открытие состоится в эту субботу в два часа дня в спортивной школе «Темп». Сергей Калиник, Сергей Александров. Новости Верхникаме. Делайте новости вместе с нами. Снимайте эксклюзивное видео городских происшествий или интересных событий. Присылайте нам и становитесь мобильным репортером программы «Новости Верхникаме». Мы ждем ваших сообщений на электронную почту tnt.newssobacamail.ru или по телефону 26 28 17. Автор лучшего ролика недели получит сертификат на 1000 рублей в золотой магазин. Вы смотрели новости Верхникаме. Далее вас ждет прогноз погоды. А я же с вами прощаюсь. В студии работала Елена Колесникова. Всего вам доброго и хорошего вечера. Внимание в кудеснике обновления коллекции входных и межкомнатных дверей. Успевайте купить качественные двери с большой выгодой. С 16 по 28 декабря распродажа шуб из норки «Мутона Бобра» от производителя города Киров и Пятигорск. ТЦ «Радуга», второй этаж. Сеть клиник МИДСИ – это высокий уровень сервиса, передовое оборудование и профессиональная команда врачей. Скидка 10% на приемы, анализы и диагностику весь год. Спонсор погоды – компания «Лига». Изготовление печатей и штампов. Город Березняки, улица Ленина, 47, офис 243. Компания «Рыбак Камчатки» снова в Березняках. Камчатские деликатесы от пермского производителя. Чавыча, белорыбица и красная икра. С 12 по 17 декабря во дворце имени Ленина. С 10 по 15 декабря в ДК «Металлург» мед от компании «Сандаллов». Товар месяца мед «Майский». Скидка 35%, цена 570 рублей. И мед в сотах. Скидка 30%, цена 700 рублей. 15 декабря синоптики прогнозируют нам пасмурную погоду. В Березняках температура ночью минус 8, в дневные часы минус 9 градусов, в Соликамске минус 9, в Александровске переменная облачность и минус 8, в Губахе также переменная облачность и минус 8, и в Кизеле прохладнее минус 9 градусов. 15 декабря ветер южный 9-10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное. В связи с перевыполнением плана, компания «Кудесник» получила дополнительные скидки от поставщиков и дарит их вам на входные и межкомнатные двери до 15%. Льготные цены до 31 декабря. С 16 по 28 декабря распродажи шуб из норки, мутона, бобра, дубленки от производителя города Кирова и Пятигорска. Принеси старую, купи новые и получи скидку 30 тысяч рублей. Ждем вас в ТЦ «Радуга», второй этаж. Сеть клиник МедСи – это высокий уровень сервиса, передовое оборудование и профессиональная команда врачей. С подпиской МедСи Плюс обслуживание у нас стало еще выгодней. Скидка 10% на приемы, анализы и диагностику весь год. Бесплатная телеконсультация и повышенные бонусы. С 10 по 15 декабря в ДК «Металлург» мед от компании «Сандалов». Товар месяца мед «Майский». Скидка 35%, цена 570 рублей. И мед в сотах, скидка 30%, цена 700 рублей. Печати, штампы не проблема, если знаешь, где достать. Станет бизнес беспроблемный, если в лиге заказать. Печати, штампы, гравировка, пломбиры и металлические печати. Березники, проспект Ленина, 47, офис 243.